Всем привет, с вами я, Дима. Если вы думали, что я не заметил успех новой рубрики и забил на неё, то вы ошибаетесь. Однако, то был пилотный выпуск, он был недоделанный, сырой, необдуманный, спонтанный. Теперь же я могу познакомить вас с правилами Чичья. И да, всё-таки решил назвать Чичья, расшифровывается как Чёрти Чё, с припиской на ночь. Итак, Чёрти Чё на ночь, это рубрика, где мы с вами смотрим всякую дичь с потенциально глубочайшим смыслом. На подбор будут как анимации, так и короткометражки с реальными актёрами. И главная прелесть в том, что вы до последнего не будете знать, есть ли там какой-то смысл, буду ли я о нём рассказывать, или мы всё-таки посмотрели хуйту. Ну а главное отличие от рубрики жутких мультфильмов будет в том, что не обязательно в этих картинах будет жуть. Короче, надеюсь, вы всё поняли. Погнали смотреть. Прошло уже больше четырёх месяцев после победы Джонни Деппа в суде против бывшей жены Эмбер Хёрд, той, что испражнялась на кровати, если вдруг не вспомнили, но я всё же считаю анимации Мид Каньона чем-то вечным. И оторванным от трендов. Поэтому анимация, я считаю, будет актуальна и через два года. А значит, ничего страшного, что я её сюда возьму. Мистер Депп, вы говорили, что мисс Хёрд завидовала вашей карьере. Да. Начинается анимация с ходу с допроса Джонни Деппа в суде. Он рассказывает о том, что та пиздит очень часто вещи, пыталась она его как-то раз зарезать трюзубцем, ну и прочие трушные истории, их бытовой жизни в прошлом. И пока он там распинается, нам дают послушать разговоры массовки при заседании. Яблею вот так. Да, да. И знаете, не сказать, что они вовлечены в это дело больше, чем был вовлечён я сам. То есть они просто обсуждают роли Джонни. Эмбер травмировала меня морально и физически. Ваша честь, присяжные признают Эмбер Кёрд виновной в клевете на капитана Джека Воробья. Да, я! Меня зовут Джонни. А вот кто там слушает поправки Джонни? Для всей массы он Джек. На все остальные детали им плевать. Для них герои их любимых фильмов победило. Потому в мозг вдаривает дофамин, серотонин, адреналин, укус жопы и требование смертной казни для оклевечащей стервы, зовущейся Эмбер Хёрд. Судья только за, поэтому они хватают эту суку за ноги, вяжут её и утаскивают из зала суда. Захотела быть в аквамане? Пусть теперь ныряет! Ну а ещё нам показывают, как эти безбашенные ублюдки накидываются на самого Джонни, рвут на нём все вещи, дабы переодеть в Джека Воробья. И на этом анимация кончается. И вот если говорить о том, есть ли тут смысл или нет, то... Да, вполне себе глубочайшая анимация. Джека Воробей тут в каком-то смысле изображает, как общество обезличивает знаменитости. Очень часто люди видят в них то, что актёры показывают на экранах. То есть видят в них персонажей их любимых фильмов. Многие не особо-то разбираться хотели в этом судебном деле. И да, мы с вами тоже не будем углубляться, кто там был прав, кто виноват. А свечку никто из нас над кроватью не держал, какашечки не разглядывал. Поэтому не суть. Анализ больше будет касаться всё-таки не Кала, их личной жизни, а самой анимации. И вот в анимации Мид Каньон показывает всю абсурдность вовлечения аудитории в судебный процесс и абсурд культуры отмены. Пока идёт суд, Деппо исключили из всех проектов. Когда суд закончился, из всех проектов захотели исключить Хёрд. Вот зрители надувают, индустрия крутится как флюгер. Главное, чтобы была касса. Главное, чтобы не навоняли в Твиттере, не обосаряли фильм по причине того, что фильм играет роль человек, плохо ведущий себя в отношениях с другим человеком. И как бы ни вели себя в отношениях эти двое, конечно же Деппо любимчик зрителей по всему миру. И зрители больше хотели бы видеть его дальше в кино, в своих любимых франшизах. А кто такая Эмбер? Я вот вообще ничего не знал до этих разбирательств. Поэтому да, со смыслом, как говорится, хорошая анимация. Ах да, ещё чуть не забыл посоветовать вам канал парня, у которого взял дубляж анимации. Вообще ни разу не реклама, если что. Просто подумал, что для вашего комфорта лучше будет найти с русской озвучкой. И нашёл вот его канал. Короче, респект просто от меня. А так можете переходить, можете не переходить. Ещё раз говорю, это не реклама. Эмоджи хэт или эмоджи головы. Да, это у нас не анимация, но если вы смотрели пилотный выпуск, вы уже были готовы к такому сюжетному повороту. И история эта начинается со свайпов в тиндере. Чувачок просто свайпает всех подряд в расчёте на мэч. Он даже свайпает руки, по-видимому, в надежде, что ему в этой форме сердечко передёрнут с любовью. И нам прям вот показывает, насколько череку плевать на всё то, что пишет ему девчуля. Всё, что ему хочется, это побыстрее сунуть. Он даже так и спрашивает, хочешь смэш? А она такая, я не такая, я не хочу перепихон, сори. На что тот в ответ пишет, поищи тогда беговую дорожку. И жёстко через точку прописывает су. Жёсткий типок, короче. Даже вот когда сыт свайпает всех подряд, включая парочки. И вот ему попадается Клэр, которая... У которой он пишет ровно то же самое. Твои глаза красивые. Клэр, как видит его насквозь, пишет, что, скорее всего, он всем подобное пишет. А самец наш отвечает, что не всем и чуть ли не собирается послать её нахуй. Но она опережает и пишет, что он миленький и сексуальный. Шишка поднимается и идёт очередь из сообщений, намекающих на оперативный кооп в его доме. Та соглашается и... Мужичок собрался. А Клэр пишет, что хотела бы сначала фотками обменяться. Ну и понимая, что фотка должна быть солидной, Глеб решает побрить лужайку. И да, пускай его будут звать Глеб. Ну а дальше самое интересное. Глеб кидает фотку и просит взамен от Клэр. И она кидает, только не себя, а его прямо по ракурсу из окна. Не понимая, что за дела, мужик просит Алису вырубить свет, а сам прячется в своей комнате. Закрывает везде окна, берёт как оружие тонисную ракетку и бежит к телефону. А сзади тем временем подкрадывается девчуля в маске эмоджи и убивает мужика. На этом картина кончается. И есть ли тут смысл? Полагаю, что нет. Мы только что посмотрели с вами хуйню. Но довольно угарную стоит отметить. Местами ещё и жутковатую. Я просто не передал вам эту атмосферу. Но после фотки из окна она стала накопительной там атмосферой напряжённой. Короче, прикольно. Кстати говоря, сегодня на моём бусте вышел ролик о Manhunt. И это не какой-то там обзор игры или механики её, а скорее культурное влияние и оправдание всего насилия, которое нам показывают в игре. Ютуб на такое точно 18+, налепи. Так что я решил сделать этот ролик эксклюзивным для меценатов. И да, спасибо всем, кто уже поддерживает. Следующую анимацию я уже смотрел в прямом эфире со зрителями. Вернее, как в прямом эфире. Просто реакцию запилил на бусте. Короче, как раз вот для такой рубрики эта анимация будет в самый раз. Поэтому мы подумали, что надо вот сюда. Если переводить название, получится «Палец ноги». И начинается всё с «Пальца ноги». Следом явный апокалипсис с выжженной зеленью, останками животных и... В общем, всё грустно. Ходит лишь один парнишка с тяпкой в руках в поисках хоть чего-нибудь съедобного. Хотя бы редиски. И вот тут, слышав звук ворона, он ловит флэшбэк, где он, сидя в уютном домике, поедает мамину курочку. Ну, либо она тоже воронов подъезде отлавливала. Хуй его знает. Короче, просчитав в голове вероятность «Вкусно сегодня покушать», чувак бросается на птицу со всех ног, но проёбывается. Правда, лишь отчасти, так как кое-что вкусненькое он всё же находит. Это свеженький палец, торчащий из земли. Тяпочка пригождается, и вот он уже дома. Как мне показалось, когда я реагировал на этот мульт, он у себя дома, так как нам показывают очень похожую обстановку из его прошлого. Стол, шкаф, сзади полка. Вот всё очень похоже. И на этой полке, кстати, будет стоять фотография женщины, по всей видимости, его мамы. И вот парнишка готовит палец на пару, за что, несомненно, респект. Даже в такой хуёвой обстановке, в первую очередь, нужно заботиться всё-таки о здоровье, потому что это здоровье тебе будет вытягивать как-то жизнь. Короче, он хавает и отправляется спать. Однако, спать ему не дают. За окном странный шорох и хриплый голос, который спрашивает, где мой палец. Ну, а потом вот это. И да, это конец. А тут, на самом деле, слишком долго может казаться, что ты вот упускаешь какой-то смысл, что есть какая-то метафора в поступке мальчика, может быть, какая-то греческая мифология затрагивала акс съедения пальца, ноги или подобная сцена была, может быть, в Библии. Но нет, я ни до чего не дошёл, кроме мысли о том, что у чувака, скорее всего, припадок, отравление, либо просто кукуха поехала, и он вот заработал сонный паралич. Потому что, по сути, он уснул, а потом будто бы проснулся и не смог никуда сбежать от монстра. Всё как при сонном параличе, когда спящий не может сдвинуться с кровати, а лишь наблюдать за бабайкой. Такие мысли меня посетили, а как было на самом деле, непонятно. Короче, будем на этом заканчивать, а то я даже не знаю, вы там вообще как, нравится, или всё-таки забрасываем рубрику. Вы обязательно делитесь отзывами, лайками, быть может, так я пойму, стоит или не стоит. А показалось, что неплохой такой формат для обычного расслабона, который может добавить чуть-чуть больше активности на канал.